Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, немножко поразмыслив, потупив, наклеив наклеечки, я понял, что это самый классный Blade Burst от компании Takara Tomy и теперь мой самый любимый Wayblade. Друзья, вопросы у меня здесь только к наклейкам, потому что вот в этой части, да, сверху есть вот эти вот золотые, ну, как бы золотое напыление, краска такая, да, скажем так. И Takara Tomy говорит, йоу, наплюй на это, бро, наклей наклейки. И я такой, ну ладно, и как бы получить, видите, красными этими штучками, лепестками, я, получается, наклеил красивую золотую краску. Вот, очень странное решение, для меня очень непонятное. Друзья, мне, я в восторге, честно, я немножко им поиграл до съемок, и это прям фантастика, это прям вау! Вот эти две детальки, тоже наклеил наклейки, вот такая красная, вот такая черная. Вот, пока я их спрячу, в этом ролике их не будет, в этом ролике будет только тест Ace Dragon. Друзья, как переводится, Ace Dragon. Я буду говорить Ace Dragon, и, пожалуйста, отстаньте от меня в комментариях, потому что даже из этих двух слов, мне куча людей напишет, что я говорю неправильно, что правильно вот так вот, а я там какой-то не такой. Друзья, прошу вас, пожалуйста, не пишите об этом в комментариях. Вот, ну что ж, сегодня будет мегабитва, мегабитва между Ice Dragon, против моей рандом-коробки. И запускать, наверное, буду я его... Блин, просто вот видите, в чем проблема, друзья? Его лаунчер, он, как бы вам показать, так, чтобы вам было нагляднее. В общем, он, ну, как бы вот, не нас сильно много, но, тем не менее, он длиннее. Вот, значит, этого запускать пока что мне им неудобно, пока тренируюсь. Поэтому я, наверное, себе запускаю я вот таким обычным, ну и плюс таким вот автокаратомик. Вот, посмотрим вообще, на что данный чувак способен. Конечно, будут тесты против Hasbro, будут тесты против с черной, с красной, да, цветом. Будут тесты разные абсолютно. Новые блейды, GT, как бы, бейбейт гачи. И хочется уже проверить. Что ж, давайте начнем нашу битву, наш тест, нашу игру. Итак, я готов запускать, готов пускать его с пускалки такаратомик. Посмотрим, на что вообще данный малыш годится. Держится, вроде весьма достойно, солидно, мне нравится. Это прям супер, друзья. Этот блейд... О, как отвалился. Этот блейд, ребятки, заслуживает просто колоссального уважения. Это очень круто, я прям вообще от него фанатею, я в восторге. Ну ладно, давайте будем тянуть, говорить об этом, рассказывать. Погнали. Первый бой сегодняшнего дня вечера у кого-то ночи. Бейблейд Бёрст, GT. Первый раз на канале. Паупчик, пау, пау. Итак, первый бой, конечно же, против Ревайва Феникса. И для полноты нашего теста мы запустим Ревайва Феникса первым. Ну что, поехали, друзья. Три-два-дни, бейблейд. Нам же нужно увидеть всю мощь. Ух, ох, обалденно, быстрый волчок. Друзья, это было очень классно. Конечно, он проигрывает Ревайва Фениксу в данном битве. Но, но, почему так? Потому что запуск был слишком мощным, и он собрал весь скотч. Попробуем сейчас послабее его немножко запустить. Поехали. Вот, уже поинтересней, уже поинтересней. Битва Титанов, СБшного Феникса не так-то просто одолеть никем. А тут ещё какой-то новичок. Ну давай, Эйс Драгон. Покажи мощь. Нет, друзья мои, 2-0 проигрывает Ревайва Фениксу. Что ж, будем тестить, естественно, с чемпионами. А зачем тогда отчетить его без чемпионов? Правильно, правильно. Вот, берём следующего. Айрнайт. Посмотрим, что будет, друзья мои. Поехали. Вперёд. Тем такая, друзья, белая вот эта вот верхушка от Эйс Драгона. Это атака. Красная, вроде защита, чёрная выносливость. И что происходит, друзья? Оказывается, что новый Бэйблэйд GT не так хорош, как нам казалось. Ну что, причём запускаю вторым мега сильно. Не знаю, странно, погнали. Ещё раз. О, да! Это было мощно. Возможно, из-за того, что данный Бэйблэйд, он атакующего типа. Возможно, из-за этого какие-то нестыковки у него происходят. Ну что ж, 1-1 с Айрнайт. Поехали играть дальше. Так, собираем Бэй. Погнали. Айрнайт. Эйс Драгон. Возможно, не на этой арене. Но, друзья, вот это странно. Геркулес, в принципе, выигрывает на любой арене. Да, 2-1 проигрывает Айс Драгон. Не так хорош, как кажется. Давайте поищем кому-нибудь ещё. О, давайте-ка сразим вот с этим чуваком. Хазар Кирбелс от компании Такара Томи против Айс Драгон от компании Такара Томи. Вперёд! И как же нам поступить в этой ситуации, если Айс Драгон собирает все углы ринга? Что вообще происходит? Ребята, камон, давай, Айс Драгон, я в тебя верю. Не понимаю, в чём дело, но опять смотрите, Хазар Кирбелс. Побеждает, побеждает, причём довольно-таки солидно. Давайте ещё раз его потестируем. Я даже не знаю, что делать, друзья, с ним. Так, погнали. Оп, даже фору дадим ему, посмотрим, что будет. Вот так это делается! Красава! Айс Драгон догнал и раскатал. Счёт у нас 2-1. Вот теперь я верю в мощь этого Бэйблейда. Давайте дальше. Твин Грин Немезис от компании Такара Томи. Возможно, из-за фора он так повёл себя, не знаю, не знаю. Ну, просто видите как, атакующий Блейд и одному сложно тестировать. И вот опять что произошло. То есть, получается, если в самом начале он всё-таки атакующий, да, и в самом начале у него не получается одолеть соперника, тогда получается что? Что на выносливость он слабенький? Друзья, но я не знаю, как мне ещё его запускать, чтобы он выиграл биту. Я просто не представляю, реально. Может, слабее просто нужно? Вот сейчас послабее запустил, чтобы он не терял скорость от борта. А, друзья, если бы не было скотча, поверьте мне, он бы уже постоянно оказывался за пределами ринга. И вот даже запущенный с интересной траекторией всё равно... Ну, сейчас вроде ничья, но вроде ты Немезис всё-таки выиграл. Ладно, бокс. Давайте тестировать дальше, посмотрим на атакующих Блейдер. Чё за эту Алькирия? Узнаем, на что способна эта малышка. Так, теперь будет первый драгон. Блин, Алькирия соскочила. Я поражён. Даже Чё Зет Волтроек смог одолеть Эйс Драгона. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что он очень классный. Вот сейчас было хорошо. Вот сейчас был отличный запуск обоих Блейблейдов. Так-так-так-так-так-так-так-так. Эйс Драгон наподдаёт Валькирии. И вот сейчас счёт 1-0, друзья. Очень интересно. Кстати, а буду тестировать его с красным и чёрным цветом, и этих Блейдов там уже не будет. Там будут другие Блейблейды. Поехали дальше. Итак, Чё Зет Валькирия? Отвалилась спускателя. Погнали. Слушайте, ну, честно говоря, первое впечатление. Вот от битв такого масштаба чё-то не очень. Вы знаете, ожидалось, что это будет... Вот так вот. Ну, выиграл. Ну, выиграл Валькирию. Вот. Ожидалось, конечно, что-то поэпичней. Ладно, давайте в формате данного ролика возьмём какой-нибудь послабее. Например, послабее, послабее. Даже не знаю. Ну, вот, допустим, Зейтрон. Посмотрим, как он расколбал. Хотя вот Кирбиосу так Аратоми взорвал. Очень неоднозначный Блейд. Но это и хорошо, с одной стороны. И хорошо, и плохо, как-то одновременно. Чё за... Ой, Чё за это Валькирия, как я сказать. Эйс Драгон. Против Гакси Зейтрона. Смотрите, Зейтрон у меня самый слабый. И вот сейчас выиграла Эйс Дракон. Эра Драконов на канале Бейзон. Вопрос. Ну, вообще, да, неубедительно. То есть я жду сокрушительной победы, взрывного финиша и всякого такого. Ну-ка, давайте-ка ещё раз. Зейтрон. Эйс Драгон. Ну, абсолютно ничего не показывает нам данный чувак. О, да! Вот только стоит в нём усомниться, и он тут же разбирает Блейдов на молекулы. Хорошо. А как вам такое, друзья? Давайте ещё ко-нибудь слабенького возьмём. А вот, нашёл слабака. Чё, ой, чё за это? Зей Ахиллес. Посмотрим, на что способен данный чувак. Поехали. Так. Ну, по скорости. А хотя, вот, догнал, ну, потому что уже Ахиллес замедлился. Но, тем не менее, Ахиллес не успел добраться до центра ринга. И выиграл. Выиграл, но, опять же-таки, опять же-таки, друзья, неубедительно. Так, у нас сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть. А пускай у нас сегодня будет семь бит. Великолепная семёрка Бейблейдберста. Поехали. Друзья, пожалуйста, я вас прошу, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Скоро будут новые анбоксинги, новые тесты для этого и для других Бейблейдов. Всё, спасибо всем за просмотр, всех люблю, всем удачи, всем пока-пока, скоро будут новые ролики. Чао-чао.